В этом итоге того, что мы узнали, пусть а и b два целых числа, не равные нулю одновременно. Что значит не равны нулю одновременно? Тут такая путаница, у математики такой сленг. Ну вот нормальный человек скажет, ну в смысле оба не равны нулю, но нет. Когда математик говорит, не равны нулю одновременно, имеет в виду, что неверно, что оба равны нулю. То есть допускается, чтобы одно было из них равно нулю, но тогда другое обязательно не равно нулю. Это тоже так немножко хинт на логику. Вот, тогда оказывается, что в этом случае существует такое целое положительное число d. Целое и строго положительное. Что выполнены два свойства. Во-первых, а делится на d и b делится на d. Это первое. А во-вторых, существуют, опять я значки эти все использую, приучаю всех к ним. Существуют целые m и n. Целые, я сейчас повторю, да, масло масляное. Целые, то есть принадлежат z. Но мы пока с вами как бы такого не боимся. Ну, два раза сказал, что целые. Существуют такие целые, при которых m раз a плюс n раз b равно как раз этому самому d. И это нам, ну, как бы смотрите, d из пункта 1, ну, он является общим делителем a и b. То есть на него делится как a, так и b. Прекрасно. Но из пункта 2 следует, что он самый большой из всех таких, которые являются делителями и a и b. Ну, в частности, потому, что он, на самом деле, в силу этой формулы обязательно делится на любой общий делитель a и b. Вот это кратно любому общему делителю a и b, и это тоже. Значит, сумма тоже кратна любому общему делителю a и b. Значит, d на них делится. Ну, а значит, он больше них. Вот, положили, что он больше нуля. Значит, он больше всех остальных их общих делителей. Вот. Но утверждение, что он делится, более сильное, чем то, что он больше. Вот, и это очень круто, это очень-очень круто, из этого в частности следует, что если А равно П простое, и Б не делится на П, то существуют такие М и Н целые, что М на А, ну я пишу М на П, да, плюс Н на Б равно единице, и вот это очень круто, вот это собственно кирпичик для основной теоремы арифметики главный, почему единица, ну потому что какой может быть наибольший общий делитель у простого П и не делящегося на него Б, у П делители П 1-1 и минус П, а у Б нет делителя П, значит общий делитель у них 1 и минус 1, из них самый наибольший общий делитель это 1, все, нет у них никаких нетривиальных общих делителей, и из этого следует, что вот существуют такие целые, что это равенство выполняется. Вот, в принципе теперь мы можем приступать к доказательству основной теоремы арифметики, но я хочу злоупотребить вашим вниманием, раз уж мы подвоим итоги, давайте еще подведем некоторые итоги, я хочу сформулировать, что такое группа, вот просто чисто абстрактно, что такое группа, чтобы вы почувствовали, что целые числа это группа относительно сложения. Значит, множество, не пустое, назовем его Ж, от слова Г, группа, вместе с некоторой операцией, сейчас я объясню, что это означает, называется группой, Если, если некоторые, ну, как бы условия, да, выполнены, во-первых, что такое операция? Операция это спаривание, причем, ну, не обязательно, что порядок здесь не важен, бывают такие группы, и у нас с вами они встретятся, когда порядок очень даже важен. Вот, есть способ применить операцию звездочка к любой упорядоченной паре элементов из вот этого Ж, то есть можно взять какой-то элемент из Ж, написать звездочка и взять еще один элемент из Ж, и вот это тоже будет элемент из Ж обязательно, то есть можно заполнить вот такую таблицу умножения, в частности, А с А можно спарить, Б с Б, то есть все элементы из Ж, в частности, можно спарить друг с другом. Должно быть корректно определена эта вот таблица умножения. Ну, как бы, какая таблица умножения, конечно, не будет называться нами группой, значит, должны быть свойства выполнены, что всегда, вот, если я взял какие-то три элемента, и вначале нашел элемент на пересечении А и Б, а потом нашел его же в этом списке, ну, потому что он тоже элемент группы, и на пересечении с С, то это будет тот же элемент, который я найду, если я в строке А найду результат спаривания Б и С. Только следите за порядком, чтобы здесь, значит, здесь менять порядок их местами нельзя, только скобки можно вот так расставлять. Это называется ассоциативность. Вот, второе требование стоит в том, что существует элемент, который обозначается обычно Е, но иногда по-другому, нейтральный. Ну, как, то есть нейтральный? Ну, то есть, если я нашел вот эту вот строку, то, вот, допустим, он где-то здесь есть, обычно его сюда кладут, но мы уж так вышло, что сюда положили, то вот здесь прям повторяются эти А, Б, С, вот, а в соответствующем столбце тоже повторяется, А, Б, С и так далее. То есть элемент Е нейтральный, такой, то есть такой, то есть такой, что, значит, всегда будет вот так, А спаривание с Е и Е спаривание с А в этот раз обязательно одинаковые и при этом равны А. Ну и последнее аксиома, требование, что для любого элемента из нашего множества существует вот такой вот, он, ну, как бы, ну, давайте напишем, существует Б, такой, что в любом порядке спаривания получается Е, такой нейтрализатор, он называется, он называется А в минус первый. Ну, а для А в минус первый, тогда, соответственно, автоматом А будет нейтрализатор. Ну, тут есть всякие свойства, которые можно вывести формально, что нейтрализатор единственный, что Е должен быть единственным в таком случае, если мы эти требования накладываем. Но пока не надо на это обращать внимание, просто привыкните к вот этой терминологии. Вот, он называется А в минус первый. Если еще и вот так всегда, то группа называется Абелевой или коммутативной. Ну, а Абель, математик, замечательный математик норвежский, 200-летней давности. Вот, значит, в честь него названы такие группы, ну, или говорят коммутативные иногда, это синонимы просто. Вот, ну, вот, собственно, все целые числа, очевидно, образуют группу по сложению. Ну, это я даже не комментирую, она еще и Абелева. Этот элемент Е это 0. 0 плюс А равно А плюс 0 равно А. Ну, а элемент B, то есть А в минус первый, это на самом деле минус А. Тут некоторые путаницы, да, мы привыкли к тому, что А в минус первый, это один разделить на А. Но вот это надо привыкать, что операция, да, операция в абстрактной алгебре может хоть горшком называться, важно, чтобы были вот эти аксиомы выполненные. И если я ее назвал плюсом, то обычно вот вместо А в минус первый говорят минус А. Вот. Вот. Но это если, если Абелева, тогда, значит, вместо А в минус первый пишут минус А. Вот. Вместо А в минус первый. Ну, потом будет все сложнее у нас, и относительно умножения тоже будут определенные структуры образовывать группы. Поэтому нам нужно будет поддерживать, когда у нас сразу несколько операций ситуацию. Но я вас не буду запугивать. Всему свое время.